Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SkiRace, для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу, далее на самом рекламном сайте побудьте около 15 секунд и в принципе можете выходить. Далее, переходим во вкладку exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит, либо стар, либо сплэш, напомню то что сплэш используется с ключ системой, стар без ключ системы, сегодня в ролике буду показывать сплэш. Далее, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск, и на данный момент есть 3 скрипта, сегодня буду в ролике показывать второе по счету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, заходим в настройки и выбираем любой длл, который вам нравится. Сразу скажу то, что скрипт, может быть, работает не на всех длл, потому что, допустим, длл от вера-девс, он такой более слабый, и на нем меньше скриптов поддерживается. Вот, ну, я использую коронелл, самый надежный, по моему мнению, длл, который большинство скриптов поддерживает. Вот, ну, единственная проблема, то, что он с ключ-системой. Ключ, я думаю, догадайтесь, как получить, там, в принципе, несложно. Я его уже сегодня получал, мне нужно просто нажать вот кнопочку инжект, и ждать, когда он произойдет. Долго что-то инжектится. Короче, смотрите, если с первого раза инжект не прошел, нажимаем еще раз. И со второго раза должен заинжектиться. Да, как видите, вот эта панелька появилась. Теперь, короче, нужно ждать, пока он здесь все проверит. Тоже некоторое время занимает. Иногда, короче, быстро, прям, моментально проверяет, иногда долго, не знаю, с чем это связано. Все, ну, в итоге у меня получилось заинжектиться. Далее нажимаем кнопочку exclude. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Тоже некоторое время занимает. Все, вот он появился. В принципе, функций довольно много. Давайте начнем с первой. Первая функция это After Race. Значит, смотрим, сколько у меня сейчас побед. 3340. Включаем эту функцию. И, как видите, довольно быстро начали прибавляться победы. Довольно крутая функция. Так, выключаем ее. Все, фарм остановился, как видите. Дальше есть функция After Farm Wins. Ну, то же самое, наверное, только чуть по-другому работает. Давайте посмотрим. Да, тоже, как видите, прибавляется победа, но работает медленнее и намного, чем прошлая функция. То есть, с первой функции намного быстрее прибавлялись победы. И намного больше. То есть, это другой вид фарма получается. А дальше, автоспид, как я понимаю, это, скорее всего, вот эти вот молнии будут ко мне примагничиваться. Давайте посмотрим. А, нет, нифига себе. Они даже не магнитились, мне просто скорость выдали. И она все прибавляется, прибавляется. Офигеть. Да ладно, ну-ка, давайте проверим ради интереса. На самом деле, она будет работать так, как написано или нет. Ну, скорее всего, должна работать. Скорость, как видите, набирается. Ну, скорее всего, да. Если у меня написано вот 400 миллионов скорость, скорее всего, мы до этой скорости можем с вами разогнаться. Офигеть, вот это круто. Так, автор рейс давайте включим, выключим, чтобы появиться на спауне. А дальше, функция автоэкью и бестпад. Но у меня один питомец, показать не смогу, как он работает. Ну, либо сами можете просто через саму игру одевать самых лучших питомцев. Тут, в принципе, без разницы. А дальше, автореберст. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Я могу его сделать. Давайте проверим, сделается он через скрипт или нет. Включаем функцию автореберст. И, как видите, да. Реберст делался, значит, эта функция работает четко. Так, давайте немного побед еще нафармим. Все, выключаем. Дальше автокрафт. Не знаю, честно, что здесь надо крафтить вообще. Скорее всего, наверное, питомцев. Как я понимаю. Ну и последняя функция это автоколлект орб. Включаем ее. А, не включил. Все включил. И, как видите, короче, все вот эти молнии, которые были на спауне, они ко мне примагнитились. Ну, конечно же, лучше вместо этой функции все-таки использовать, получается, автоспид. Она намного лучше и намного больше прибавляет. Так, дальше переходим в автохэтч. Здесь, получается, выбираем яйцо, которое нам нужно. Какое у меня хватает? Ну, давайте 175 выберем. Ищем, получается, где написано ВИН-175. Где-то она здесь должна быть. Почему-то я и не вижу ее. Неудобно, конечно, листать. Может написать, можно, нет. Написать нельзя, к сожалению. Так, как бы нам ее найти? Надо вот ухватиться за этот ползунок. Но что-то у меня не получается. Вообще неудобно. Скорее всего, наверное, даже нету здесь этого яйца, как я понимаю. Либо есть, просто оно быстро пролистывается. И ухватиться у меня не получается за этот ползунок. Короче, ладно, фиг с ним. Давайте, допустим, яйцо тогда за 25 побед. Есть оно здесь? Нет. Тоже не вижу. Короче, окей, тогда за 40 побед. А тут, кстати, за 40 побед даже нету яйца никакого. Хотя в скрипте написано то, что есть. А на самом деле нету. Ну ладно, посмотрим сейчас, какое яйцо будет открываться. Хотя... Ну, короче, да, посмотрим. Значит, включаем функцию автохэч. Как видите, у меня победа тратится. И довольно быстро открывается яйцо и прибавляется питомца, как видите. Кстати, очень круто. Потому что, если вы сами будете открывать, не через скрипт, у вас намного дольше открытие будет идти. А с помощью скрипта вы намного быстрее открываете яйцо. Это очень круто. Дальше. Давайте, получается, проверим последнюю функцию. Это автокрафт. Скорее всего, это написано было про питомцев. Включаем эту функцию и смотрим. Да. Эта функция получается для крафта питомцев. Ну, грубо говоря, им делать эволюцию. Как видите, эта функция тоже работает. Все, в принципе, четко. Как видите, все функции работают. Все очень круто. Я думаю, в принципе, вы поняли, какими функциями нужно пользоваться, какие самые крутые. На этом, в принципе, буду заканчивать. С вами был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok